Здравствуйте! В эфире телеканала ЖТСУ. Вы смотрите очередной выпуск программы «Полицейская служба» в телестудии Департамента полиции Алматинской области журналист Антон Хатиновский. Смотрите в нашем сегодняшнем выпуске. Кадровая перестановка в системе МВД. Начальником Департамента полиции Алматинской области указом министра назначен генерал-майор полиции Серик Кудибаев. Панические фейки. Полицейские задержали двух граждан, распространявших ложную информацию о коронавирусе в Капшигае. Сладкоежка незаметно обнес магазины на 40 тысяч тенге конфетами и шоколадками. А теперь об этом и другом более подробнее. Безусловно, самая главная новость для стражей порядка – это назначение нового руководителя Департамента полиции Алматинской области. Им стал генерал-майор полиции Серик Кудибаев, который ранее являлся руководителем аналогичного ведомства в городе Алматы. Нового начальника Департамента полиции личному составу представил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев. Эту должность Серик Мерзакович Кудибаев получил по согласованию с администрацией президента и Акимом области. Согласно данным из открытых источников, Серику Кудибаеву 55 лет, он родился в селе Чиен Жамбылского района Алматинской области. В 1990 году окончил Карагандинскую высшую школу МВД СССР. Трудовую деятельность начал оперуполномоченным в Алматинской области. С 1994 по 2000 годы занимал разные должности в полиции Жамбылского района Алматинской области. Последующие 6 лет работал в Жамбылской области. Затем снова в краю ЖТСУ, где в 2009 году был назначен первым заместителем начальника ДВТ, а затем и начальником областной полиции. В 2013 году Серика Кудибаева перевели в ДВД города Алматы. Теперь, после 7-летней работы в Южной столице, он вновь назначился в Алматинскую область. Серик Кудибаев награжден орденом Айбын 2-й степени, а звание генерал-майора полиции ему присвоили в 2014 году. А теперь к делам криминальным, с которыми ведут борьбу стражи порядка края ЖТСУ. 9 лет не могли разыскать 39-летнего мужчину правоохранителя Узбекистана, пока иностранец не попался на скотократстве в Алматинской области. В сговоре с 42-летним жителем Толгарского района они совершали набеги на сельское подворье. Преступную группу, занимавшуюся кражами лошадей, задержал в Ильинском районе местный участковый Абзал Абдикаримов. Он обнаружил в одной из машин незарегистрированное ружье 32-го калибра «Аркан и топор». Правоохранитель доставил подозреваемых в районную полицию. Задержанные подозреваются в двух фактах краж скота в Ильинском и Балхарском районах. Установлено, что находившихся на выпасе лошадей отстреливали, а затем разделывали туши и увозили на машине. Оба подозреваемых помещены под стражу. Проверка их причастности к другим преступлениям продолжается силами районной и областной полиции. Полиция возбудила уголовное расследование по факту распространения ложной информации. Это уже далеко не первый случай, когда взрослые люди выдумывают панические фейки. На этот раз они связаны с заболеванием коронавирус. 29 января в мессенджеры WhatsApp неизвестные лица распространили сообщения о двух людях, поступивших с подозрением на коронавирус в больницу Капшигая. При проверке информация не подтвердилась, в связи с чем сотрудники правоохранительных органов организовали необходимые мероприятия для установления распространителей слухов. В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось выявить и задержать двух подозреваемых, которые были доставлены в Капшигайский городской отдел полиции. Оба работают водителями скорой помощи в местной больнице. Что побудило двух взрослых мужчин к распространению недостоверной информации, будет установлено в ходе расследования. Полиции отметили, что задержанным грозит ответственность, предусмотренная статьей 274 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. За последние двое суток в регионе выявлены два факта, связанных с распространением заведомо ложных сообщений об инфекционном заболевании коронавируса. Подозреваемые в распространении слухов установлены и задержаны. Последний факт был зарегистрирован вчера в Ямбекш-Казахском районе, где полицией задержан врач-гинеколог местной районной больницы, который распространял ложную информацию о коронавирусе в мессенджере WhatsApp. Подозреваемый признал факт распространения им ложной информации. По выявленным фактам проводится досудебное расследование, предусмотренное статьей 274 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Я признаю свою ошибку о том, что я там сказал около 70 людей, я слышал мимолетом от своих товарищей, от своих друзей. Я хочу принести извинения перед своей республикой, перед своим народом. Хочу сказать всем, чтобы не выкладывали всяческие видео наподобие моей. Прошу простить, впредь я буду крайне осторожен. 33-летний мужчина подозревается в серии краж конфет и шоколада из магазинов города Есик. С декабря прошлого года в Акурат перед новогодними праздниками в полицию Инбекши Казахского района начали поступать заявления о неоднократном хищении кондитерских изделий от владельцев четырех городских магазинов. Выяснилось, что кражи сладостей продолжались в течение месяца. По утверждению предпринимателей, вор Сладкоежка тащил с прилавка только сладкую продукцию. Общая сумма украденных конфет и шоколада составила 40 тысяч тенге. Любитель бесплатных сладостей задержан. Теперь ему грозит наказание до 7 лет тюрьмы с конфискацией. Как отмечают в полиции, возвратить владельцам похищенные кондитерские изделия, к сожалению, не удалось, так как все сладости были уже съедены. Задержанный мужчина ранее не привлекался к уголовной ответственности. Для обеспечения безопасности на дорожных артериях работают не только мобильные полицейские наряды, но и специальные группы из отделов дорожно-технической инспекции. Эта зима выдалась особыми климатическими перепадами. Днем температура воздуха прогревается значительно выше нуля, а ночами уходит в минус. Периоды оттаивания и замерзания дорожного покрытия превращают автомобильные артерии в настоящий каток. Делает свое дело и периодический снегопад. Все это в конечном итоге влияет на аварийность и часть дорожных происшествий происходит из-за сопутствующих условий гололед, неровности и прочее. Сотрудники местной полиции все эти недочеты берут на карандаш и отправляют соответствующие предписания в дорожные службы, которые должны следить за соответствием дорог к техническому регламенту. С начала года уже отправлено несколько подобных писем. Более миллиона тенге заплатит бюджет одна из дорожных компаний за неубранный снег на двух автодорогах республиканского значения. Еще в декабре прошлого года специалисты отдела дорожной технической инспекции Департамента полиции Алматинской области выявили на участках двух автодорог дефекты эксплуатации. Гололед, накаты, неубранный снег и прочие прелести мешали нормальному движению транспорта. При этом автодорога Алматы-Шелек-Харгос еще и является платной. В результате ТО ответственному за уборку было выдано предписание устранить все безобразия в трехдневный срок, чего сделано не было. Административный материал передали в суд, который оштрафовал предприятие на 500 МРП без приостановления разрешения на деятельность. Судя по фактам, зарегистрированным в полиции, железная дорога становится привлекательным бизнесом для глазастых граждан, которые всегда найдут, что где плохо лежит. Очередной факт кражи на железной дороге зарегистрирован на станции Достык. В линейный отдел полиции на станции Достык Алматинской области обратился представитель железнодорожной организации. Он сообщил о том, что неизвестные похитили элементы крепления рельс. Сумма ущерба составляет почти полмиллиона тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали 26-летнего водителя КАМАЗа. В кузове транспорта они обнаружили железнодорожные подкладки без соответствующих документов. В настоящее время по подозрению в совершении данного преступления установлена группа лиц. Проводится досудебное расследование по статье 188 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Кража». Как отмечают полицейские, подобные преступления могут иметь страшные последствия. Повреждения элементов крепления могут привести к расширению рельсов и схождению поезда. Невинная зимняя забава катания с горок может обернуться трагедией. Полицейские области завели досудебное расследование по факту гибели молодого человека. По словам близких молодого человека, жизнь которого оборвалась внезапно, их брат решил съехать с горки на баллоне. Однако, во время спуска юноша вылетел из надувного средства передвижения и упал на землю. В результате падения он сломал позвоночник в трех местах. Произошел инцидент 24 января на лыжной базе недалеко от города Текили. Авторы поста сообщили также еще об одной пострадавшей, которая получила травмы аналогичным образом. Также родные погибшего отметили, что на жалобы жителей никто не реагирует, а люди продолжают травмироваться. В департаменте полиции Аматинской области сообщили, что по данному факту уже начато расследование. Также специалисты назначили ряд экспертиз, которые направлены на то, чтобы выяснить, соответствует ли предоставление товаров или услуг требованиям безопасности. Полицейские проводят в эти дни целый ряд оперативно-профилактических мероприятий, среди них браконьер, быт и дети в ночном городе. Более сотни нарушений природоохранного законодательства выявили с начала месяца сотрудники отдела природоохранной полиции. В числе задержанных браконьеры с огнестрельным оружием, рыбаки и перевозчики добытой рыбы. Под пристальным надзором все природные территории будут находиться до 5 февраля. Далее каждый желающий на законных основаниях может выписать путевку для рыбалки и охоты. Не сидят без дела и ювенальные полицейские, которые на систематической основе проводят рейды по кафе и клубам, выявляя там припозднившихся подростков. Как показывает статистика, профилактика делает свое дело и в увеселительных заведениях и компьютерных клубах несовершеннолетних не видно. Побывали полицейские и в гостях у своих подопечных. Неблагополучные семьи – один из факторов подростковой преступности. Именно они находятся под вниманием полицейских, которые проводят беседы и стараются по мере возможности решать те или иные вопросы. Направили на борьбу с насилием в семье свои усилия и сотрудники местной полицейской службы, которые ведут работу в сфере семейно-бытовых отношений. На сегодняшний день на учете в полиции стоят десятки семей, где живут тираны и дебошины. Не оставайтесь равнодушными к подобным фактам и своевременно обращайтесь в полицию. На этом наш очередной выпуск подошел к своему завершению. Будьте бдительны и помните, что только сообща мы сможем навести общественный порядок. Но если с вами что-то произошло, либо вы стали очевидцем правонарушения, либо преступления, незамедлительно сообщайте об этом по телефону 102, либо по номерам телефонов соседского присмотра вашего региона. Но если у вас есть вопросы по работе полиции, присылайте их на наши электронные адреса, которые вы сейчас видите на своих телевизионных экранах. До следующей встречи в эфире телеканал ЖТСУ. До свидания.